Законодатели Ненецкого округа на сессии согласовали законопроект, который уточняет понятие «индивидуальный доход получателя мер социальной поддержки». Соответствующие поправки внесены губернаторам округа. Напомню, еще на мартовской сессии депутаты также приняли решение губернатора округа о том, что компенсационные социальные выплаты в размере 3100 рублей и 2708 рублей будут выплачиваться гражданам, чей индивидуальный доход не превышает трехкратный прожиточный минимум. Сегодня это 62 019 рублей. Согласно принятому закону, к индивидуальному доходу будет относиться заработная плата, пенсия, иные компенсационные и социальные выплаты, которые получает сам гражданин из бюджетов всех уровней, а также доходы от предпринимательской деятельности. Чтобы получить окружные доплаты к пенсии в размере 2708 рублей и 3100 рублей, совокупный индивидуальный доход пенсионера не должен превышать трехкратной величины прожиточного минимума. Напомню, его величина в расчете на душу населения установлена в размере 20 673 рубля. Данная норма в отношении индивидуального дохода распространяется уже на граждан с 10 апреля, сам закон вступил силу, для тех, кто будет вновь заявляться. Что же касается тех граждан, которые данную выплату получали, то им необходимо будет в срок до 1 июля пройти перерегистрацию. Перерегистрацию необходимо будет пройти, подав соответствующее заявление и пакет документов в МФЦ. Порядок прохождения перерегистрации уже принят администрации НАО. Неработающим пенсионерам необходимо только подать заявление в многофункциональный центр. Справки о пенсии или иных выплатах собирать не нужно. Для работающих пенсионеров, соответственно, нужна справка о доходах по месту работы. Кроме того, решено, что гражданам, достигшим 70-летнего возраста, не нужно проходить перерегистрацию. На них норма об индивидуальном доходе не распространяется. Еще один законопроект, принятый на сессии, касается взносов на капитальный ремонт для граждан, достигших 70 и 80 лет. Напомню, еще в прошлом году депутаты приняли решение об освобождении взносов на капремонт для пенсионеров-собственников помещения старше 70 лет в размере 50% и для лиц старше 80 лет в стопроцентном объеме. Однако сам механизм был не очень удобным. Там такая система, что эти средства должны платиться, а потом компенсироваться. А вот людей мы не задействуем при этом, они один раз этот платеж внесли и все. Остальное время эти средства будут курсировать между управлением соцзащиты, они будут выполнять в качестве, наверное, агента, что ли, этих жителей, и фондом капитального ремонта. В общем, пенсионерам больше не придется ходить на почту. Совершенно верно. У них был вопрос, что лишний раз надо идти, платить. Сумма, в общем-то, не критичная, но вот лишний раз их тревожить абсолютно не хочется. Отмечу, что сегодня в Нинницком округе проживают 646 пенсионеров старше 80-летнего возраста. Есть среди них и пенсионеры-долгожители – 55 человек, перешагнувших 90-летний рубеж. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».